Москва, Лос-Анджелес, Томск, да, томящи разлетелись по всему миру, Санкт-Петербург, Турция, Китай, это не просто томящи, это выпускники Томского государственного университета, Израиль, Дубай, Новосибирск. Максим Прокопьев приехал в Томск-Козло-Скотово в 2006 году. В этот же год факультет физической культуры впервые набирал ребят. Максим занимался футболом, так что выбор был вполне очевиден. Ну, играл в футбол, то есть у нас там сборы были, просмотры в дубль. И тогда как раз в ТГУ, это был первый год, когда открылся факультет спортфака, и мы почему-то решили пойти туда. На самом деле решение было, наверное, принято со стороны матери, потому что она из образовательной среды. Я думаю, что на тот момент она понимала, что ТГУ это некий такой грааль, ну, среди университетов, да, то есть что-то такое, ну, о чем знают все, да, первый университет в губернии, наверное, это был. Вот, и для нее, наверное, было тоже личное какое-то желание, чтобы ребенок учился в ТГУ. У меня старшая сестра училась в ТГУ. Максим поступал на платное, но захотел перевестись на бюджет. Сессии давались трудно, особенно математика, а готовиться к истории помогала мама. Что нужно сделать, чтобы перевестись на бюджет? Она говорит, вам нужно закрыть сессию на отлично. И первую сессию я закрыл на отлично. У меня было два экзамена тогда и остальные зачеты. Наступила вторая сессия, то есть мне надо было ее закрывать на отлично. Тогда была вот как раз пара математика, экзамен. Я все сдал на пять, и вот математика три. Элеонора Ноновна у меня была препод. Но там понятно, что как бы пятерки не светило, потому что, то есть элементарных знаний не было. Я говорю, я буду пересдавать? Она говорит, типа, ну, давай, когда будешь пересдавать? Я говорю, мне нужна пятерка, у меня тут вот, надо переводиться на бюджет, короче, все уже сделал. Она говорит, давай там через неделю. Мы-то идем к репетитору, короче, нанимаем репетитор, я с ней неделю прорабатываю. Прихожу, она мне ставит четверку. То есть я сдал на четыре, и меня перевели первого, короче, на бюджет. Спортсмены идут по корпусу вуза в трениках. Представить легко. Именно так было первые два года. Менять мышление помогали преподаватели. Гусева Наталья Леонидовна, это наш, была нашим замдеканом, он, Шилько. Ну, она прям такая классная женщина, она, мы тогда играли в футбол, получается, всегда ходили в спортивном. И она нас каждый день, когда встречала, она говорит, блин, ну, если вы спортфак, то есть вы не должны ходить в спортивном, это университет. И мы все равно ходили, короче, в спортивном. Она нас журила, постоянно то пинка поставит, то ли еще что-то там, леща там, знаешь, но такого дружеского. В студенчестве парень понял, насколько важны знакомства. С некоторыми друзьями по вузу он общается и до сих пор. Также пришло осознание, насколько важны деньги. Спорт не приносил на тот момент деньги, а хотелось жить как-то по-другому. То есть хотелось, знаешь, 20, 21, 22 года хочется и айфон купить новый, и кого-то там на свидание сводить, и показать, что вот я, в принципе, чего-то достигаю уже, да. То есть появляются амбиции. Эти амбиции надо чем-то удовлетворять. Соответственно, если ты их не удовлетворяешь, они по чуть-чуть тебя съедают, да, то есть неудовлетворенность, да, такая. Вот, и поэтому, как бы, мы просто посидели, пообщались. То есть у отца, ну, как бы, отец очень мудрый, да, то есть у него там в голове определенный такой дом советов. И он говорит, типа, ну, давай в бизнес. Со спортом карьеру Максим так и не связал, не видел перспектив. Но спортивные амбиции помогли в другом. Сейчас выпускник занимается недвижимостью и инвестициями. Если человек находится в области, которая его не удовлетворяет, то рано или поздно он сам начинает портить то, чем он занимается. Соответственно, он начинает, он перестает быть профессионалом, да. Если человеку не нравится то, что он делает, то работодатель, на которого он работает по факту, ну, он страдает от этого, да, то есть человек сам волей-неволей становится соучастником ну, некого такого маленького преступления внутри, со своей стороны, неэтичного. Максим уверен, ему помогли труд и упорство, а другим он советует жить каждый день на максимум.